Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сегодня исполняется 5 лет цены ратификации Северского мирного договора с Западной Арменией. Новый сайт президента республики Западной Армении Арменака Абрамяна. Рене Леонян. Новый заведующий кафедрой арменоведения. Парламент Нидерландов призывает правительство не участвовать в чемпионате Европы по футболу в Баку в Азербайджане. Азербайджан размещает баракторы в Нахичеване, Разминфо. Исследователь космических лучей, факелоносец армянской науки Артем Алиханян. Посетите рай Западной Армении и долину Дер Симрабат. Государственный камерный хор Армении примет участие в фестивале в Раванне. 9 мая 2016 года в Президиум Национального собрания Западной Армении был внесен законопроект, разрешающий Республике Западной Армении ратифицировать Северский договор. 24 июня 2016 года Северский договор ратифицировал президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян. Законопроект состоял из двух статей. Президент Республики Западной Армении уполномочен ратифицировать мирный договор, подписанный в 1920 году. В тот же день, к 10 августа, были подписаны приложения к дополнительным соглашениям. Второй. Президент Республики Западной Армении уполномочен отменить процесс выполнения приказа, изданного во время президентства США в утро Вильсона, подписанного 22 ноября 1920 года. Он упоминался в отдельном международном контексте, что означает, что Северский договор был ратифицирован Республикой Западной Армении. Церемония ратификации этого договора составилась в Париже. Он составлен на французском, английском, итальянском и армянском языках. Напомним, конференция на эту тему состоится 26 июня в 13.00 в Ереванском офисе Западной Армении. Уважаемые соотечественники, информируем вас о том, что уже действует официальный сайт президента Западной Армении Арменака Абрамяна. В настоящее время сайт доступен только на французском языке, но в ближайшем будущем будут добавлены и другие языки. На сайте вы можете ознакомиться с публикациями рабочих визитов президента и встреч. Сайт доступен по следующей ссылке. Рене Леоньян назначен заведующим кафедрой арминоведения ректором Леонского католического университета Вааном Уганессианом, предстоятелем французской епархии Армянской Евангелической Церкви. Рене Леоньян родился в Марселе. Он священник Армянской Евангелической Церкви во Франции. Женат, имеет двоих детей и шестерых внуков. Бабушка и дедушка Рене Леоньяна пережили геннадцы 1915 года против армян. Полное интервью с Рене Леоньяном доступно на нашем сайте. Парламент Нидерландов подавляющим большинством голосов принял новую резолюцию, в которой парламент обращается к правительству с призывом не присутствовать на футбольном матче четвертьфинала турнира Евро-2020 в Баку. В случае победы сборной Нидерландов в Будапеште. Как сообщает Арменпресс, Федерация армянских организаций Нидерландов приняла активное участие в процессе принятия постановления. Учитывая, что соглашение о прекращении огня в Арцахе было нарушено после последних 40 дней 2020 года, поле 200 армянских военнопленных все еще содержится под стражей, в том числе в Баку, где также есть парк военных трофеев. Учитывая каски погибших армян, принимая во внимание политическую и военную ситуацию в Азербайджане, правительству настоятельно рекомендуется не посылать правительственную делегацию в Баку, если сборная Нидерландов примет участие в футбольном матче в Баку, говорится в сообщении. 23 июня Министерство обороны Азербайджана опубликовало фотографии с тактических учений, проведенных турецкими вооруженными силами в Нахичеване 21-23 июня. На видеозаписи видно, что в недавно официально открывшемся аэропорту Нахичеване Азербайджан разместил беспилотники Bayraktar TB2. Об этом сообщает Разминфо. В Разминфо уже писали, что судя по анализу спутниковых снимков из открытых источников, аэродром, расположенный рядом с международным аэропортом Нахичевань, уже был в эксплуатации и был завершен до 2020 года. Артём Алиханен родился 24 июня 1908 года в столице Грузии. После окончания школы они с братом Авраамом уехали в Санкт-Петербург, чтобы продолжить образование. Старший поступает в политехнический институт, младший в университет. После окончания университета братья заинтересовались рентгеноструктурными исследованиями кристаллов атомного ядра и излучения. Первые работы Артёма Алиханена посвящены физике кристаллов, рентгеновскому излучению и дифракции электронов. С 1931 года занимается исследованием радиоактивности атомного ядра. Артём Алиханен открыл первый искусственный радиоактивный элемент «Сицилия», переносящий электроны. В 1942 году вместе со своим талантливым братом он основал Арагатскую станцию исследования космических лучей. Считайте полную версию статьи в сегодняшнем выпуске Армен Пресс. В провинции Тунджели, Западной Армении, посетителей ждёт охраняемая государством долина Рабад с её историческими сооружениями, водопадами и богатой дикой природой. Долина Рабад, которая была зарегистрирована как первоклассный археологический объект в 2013 году, имеет большое значение для туризма в Дерсиме. Они совершают прогулку в деревню недалеко от родины и посещают Рабадский мост. Посетители ущелья в естественной среде имеют возможность увидеть таких животных, как дикий козёл, бабочек, самих бурых медведей. В долине есть высеченный в скале туннель, предположительно построенный во время Араратского царства. Уважаемые соотечественники, рекомендуем по возможности посетить это место. Государственный камерный хор Армении приглашён на фестиваль в Равене с оркестром Керубиной по случаю семистолетия со дня смерти великого итальянского поэта и мыслителя эпохи Возрождения Данте Алигери. Как сообщает Армен Пресс, концерт в Равене состоится 1 июля под руководством всемирно известного дирижёра Рикардо Мути. Такой же концерт с вышеупомянутым ансамблем состоится 4 июля в Ереванском оперном театре. Будут исполнены произведения Гайдена, Моцарта, Шуберта и Мансуриана. Далее для вас музыкальная группа Гандзасар – Джей Рани. Далее для вас музыкальная группа Гандзасар – Джей Рани. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.